Обокрал своего друга с виду пьяных жителей Кирова на улице Некрасова. Мужчина пришел в гости к приятелям, но во время застолья взял себе чужой телефон. Впрочем, сначала никто из участников конфликта не знал, кто именно провинился. Думали друг на друга, на чужака и даже на привидение. В центре скандала оказался и наш корреспондент Павел Москвин. Сотрудники Росгвардии бегут в квартиру, где пропал телефон, ведь предполагаемого похитителя хотели жестоко избить его с собутыльники. В итоге драку не допустили. Мужчину задержали. Женщина помогла ему надеть тапки. Виновным себя задержанный не считал. Тем временем, другие участники конфликта извинялись друг перед другом за подозрения. Как выяснилось, раньше в компании уже пропадали вещи. То телефон, то планшет, теперь вот снова мобильник. Рассказывать о том, что произошло, Дмитрий не стал. Сделал вид, что уснул. Здравствуйте, мужчина. Скажите, за что вас задержали сейчас? В тот вечер потерпевший пожалел своего обидчика. Однако, если позднее обладатель телефона напишет заявление за кражу, задержанному грозит уголовная ответственность. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.